Его звали Геральт из Аривии. Он был ведьмаком, убийцей чудовищ. Субтитры сделал DimaTorzok Добавляем наушники, включаем не громко, включаем свет, смотрим, надеюсь, ночью, вечером, потому что днем все заняты, а вечером есть возможность отдохнуть, немножко посмотреть трещащего пумбу о какой-то фигне. Да, вот так вот. И что, продолжаем играть? Да. Усаживаемся поудобнее, гуляживаемся, делаем, что хотим, вообще без разницы. Что вы там делаете? И как вы это делаете? Не то, что без разницы вообще на вас, а без разницы, как вы будете смотреть. Потому что это, собственно говоря, ваше решение, как чувствовать. Главный ловчий, привет, привет. Наконец-то я тебя нашел. Приветствую, милздарь, ведьмак. Здорово, давно не виделись. Я получил приказ возвращаться в Вызиму. Король Фольтест скоро вернется. Да ладно. При случае я вознаграждаю тех, кто помогает устранить опасности для общества. Это я. Награды за убитых чудовищ. Есть кто-то на твоем счету? Ну вот. За что хорошо платят? Огромный волк появился на болотах, а местные утверждают, что видели самку Виверны, которая крала детей. Виверны не нападают, если их не провоцировать. Вот именно-то. Местные. От них сплошные неприятности. Только я уже убил эту самку, но ничего не понятно. Я убил угромного волка. А, забирай. Вот его голова. Только они ко мне на стол, Геральт. Мертвичиной пахнет. Вот, 600 аренов. Спасибо. Все. Будь здоров. Здорово. Отлично. 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 Теперь мне надо этому. Гребнул в писцу, блин. А игра в кости появилась и больно не будет. Мне обычные зубы для этих стены. Кстати, в смысле? Что? Что? Какой нахрен? Так, ладно. Мы дойдем до писца. В конце-то концов. Я не знаю. Писец уже. Полный писец. Просто я не знаю. Дверь, что ли? Ну ладно. Что-то открыто. И не закрыто. А здесь как-то дождик, знаете, радужно льет. То есть там, так знаете, в соседнем, какой там квартал, я не помню, короче. А, храмовый квартал там. Что-то как, знаете, все мрачно так, все мрачно, дождь идет. А здесь как-то радужно все так цветет и пахнет благоухает в конце-то концов. О. Я на самом деле тут уже был и даже с ним разговаривал. Ты все еще тут? Господи. Я забыл. Да. Он про зериканских мастеров говорил. Отдай мне. На что? Найду. Что за книга, да? Что за книгу ты имеешь в виду? Зериканские тыры, фуфыры, отрывчатых веществах. Мне это надо. Может пригодиться. Ты все еще тут? Чем ты занимаешься? Я готовлю философский камень. Философский? Для Гарри Поттера, что ли? Я поделюсь с тобой золотом после трансмутации свинца. И добавлю бесплатно вечную молодость. Ага. А без шуток? А без шуток. Я из Оксельфурдского университета. Они меня наняли, чтобы улучшить состав стали, которую они используют для производства оружия. Та, которую они используют, слишком ломкая? Слишком дорогая. По правде говоря, это почти чистое железо. И с огромным количеством примесей. И? Ты продаешь? Ты продаешь алхимические ингредиенты? Я ученый, а не алхимик. Я презираю все предрассудки. Я думал, что алхимия это наука. Чушь! Однажды магия закончится. Просто исчезнет из мира. Это печально. И алхимия отправится вслед за ней. Это вряд ли. Останется только наука. Мой друг Халькштейн. Вот именно так. Халькштейн? Этот догматик? Мы, молодые ученые Оксельфурдского университета, только смеемся над его псевдонаучным мистицизмом. Ты читал его метаморфозы? Белиберда, написанная туманным языком, призванным скрыть невежество автора. Ладно, ладно. Ну, вроде читал. Я читал метаморфозы. Они не так плохи, как тебе кажется. В самом деле, ты можешь себе вообразить больший бред, чем концепция взаимозависимости субстанции? Так. Я вот не... Халькштейн пишет не о взаимозависимости, а о сосуществовании. Это совершенно другая идея. Двойка с минусом за восприятие письменного текста. В последнем предложении он утверждает, что в случае субстанции, термины сосуществования и взаимозависимость означают одно и то же. Серьезно? Я перечитаю. Ну, ладно. Я на самом деле просто не помню, что там было написано. Я читал, но... Тогда вот так. Возможно, наверное... Так. Мне нужна руда. Красная, да? Красная руда. А у меня какая? А у меня никакой. Вот так вот. Молодец я просто. Какая у меня руда? А никакой руды у меня нет. Короче, мне нужна красная руда. Есть она у меня вообще? Ну, наверное, есть. Если я и не потратил. Ну, мечи. Я вообще не помню. Мне бы улучшения провести мечи. Я, кстати, не надо будет... Узнать, как улучшение мечей-то делать. Япу, на мать. А то у меня их до хрена для улучшения фигой. А я их не улучшаю. Я не знаю, как это делать. Я не знаю, как это делать. Ну, это вообще адовая вещь, что-то такая, знаете ли. Вот у нас торговцы здесь. Алхимик. Господи, вы тут. Извини, Геральт. Мое почти. Здорово. Че у тебя? Вы уже читали? Читали? Ладно, вот это я куплю тебе. Больше мне вроде как... Гриф, шибалец, но вряд ли мне чего-то еще у тебя. Бутылка с водой? Ну, давай. Так, продается оружие. Давай, покажи мне. Алмазная пыль для улучшения. Вот, там вот фигня для улучшения. Серьезно, вот она есть, но я не понимаю, что с ней делать. Временно придает клинку магические свойства. Повышает шанс попасть в цель и увеличить по жизни 20%. Надо будет попробовать эту фигню. Серьезно, от собой брать будет, короче, и намазывать этой фигней во время боя. А то, знаете, иногда бывают такие моменты, когда я... А че это такое? Минус 15. Это то же самое. Еще, короче. Ну, да, теперь вот эти фигунеты нужны, потому что он мне сейчас подскажет... Чего? Ооо... Это... Нет, мне надо, чтобы... Старый меч... Используется... Используется с ведьмачем. Так, это с ведьмачем, это оружие не совместилось, с ведьмачем. То, что не совместило, меня это, конечно, очень расстраивает. Мне как раз таки надо, чтобы было... Как-то очень странно выделяется это оружие. Используется с ведьмачем. Повреждение 30. Вероятность обезуржит противника 60. Вероятность точно удара 60. Ой, 30. Вероятность, как здесь... Повреждение... А, не используется ведьмачем. А, используется. Не знаю, они выкованы, и мне нравится. Вот... Блин. Хоть и прикольно, но так, ладно, алхимик, давай. Есть ли тебе... Я... Ничего мне не влекет. Не влекет? О! Этого не надо. Мешочек в ссоре. Умалет, пока еще придение. Ну, нет, не надо. Вы уже читали? Читал. Трещотка мулет. Скала... Кого? Что... Ты продаешь? Ты какие-то обманные вещи продаешь. Я такие даже не знаю. Эм... Читал. Корень мандрагоры. Слушай, у тебя часа... ...сокачественная снова долгом. Хорошо. Эм... Это тоже мне надо. Господи, коты там бесятся-перебесятся. Там какой-то погром творится. Это что это вообще? А, это соль. Кальций. Все, спасибо. Мне больше ничего не надо. М-м-м. Почитаю книгу. Отлично. Истолченый жемчуг. Истолченый. Как-то так. Истолченый жемчуг. Вот зачем я себя поправил. Весь горжанка. Бедный мальчик. Дверьный склад. Лунная крошка. Дверьный склад. Тюбль. Не то хотел сказать. Так, есть еще продавцы любителей? Двенадцать? Нет, не то. Ээээ... Хочу уличной исполнительнице слетись. Барабанщик. И-эээ... Горожанка, бард, горожанин. Мои ноги сами пускаются. Видимак последний в темно-сероке. Так. О, торговец. Че? Торговец дерьмом? Что? Идите, бронетант, торговец. Че? Бляха, муха еще... Купец, купец. Я жить не могу. Чем? Так, свой товар покажи. А, ты этим торгуешь? Ну мне это не надо. Какой-то запечатка с Рубинова. Нет, мне такое не надо. Спасибо. А ты? Че, братьев, что ли? Ты-то не купец. Прекрасно. В этом бардаке еще только ведьмака не хватало. Видите, лучшие товары в цивилизованном мире. О, торгует с дерьем. Че? Говорят, король Родовит встречается в резине с королем Фольтес. Конечно. Надеюсь, после этой встречи таможенные войны закончатся. Или Фольтес наконец решит... А, здравствуй. Отлично. Это у тебя так... Слушай, тебе до хрена, а то я сотрю товары-то. Причем раньше между одной бутылкой с удой и другой бутылкой с удой. Читал эту книгу. Так, ладно. Меня вот что интересует друг товарища. Читал, читал. Тут есть торговец, антиквариат. Продает спиртного. Зериканский торговец. Алхимик. Кузнец. Продается оружие. Оружейник. Продается оружие. Книга торговец. Вот мне кто нужен. Где-то здесь должен быть книга торговец, получается. Опа. Где он? О! Здорово. Я думал, арки торгуют только оптовики. Поговорим. Не совсем так. Розничные торговли тут тоже. Просветают. Давай, покажи. Я тебя вообще ни разу не встречал тут, поэтому... Возможно, ты что-нибудь мне сейчас новое... Я тебя тут вообще даже не видел. Просто я понял то, что, скорее всего, в каждом районе они есть. Значит, ты тут тоже должен быть. Это значит, у тебя может быть что-то, что я еще не читал, но, по ходу дела... Я не ошибся. По ходу дела, я не ошибся. Есть одна книжечка. Вампир. О, вампиры это хорошо. Удивитель мира инсектоидов. Я не знаю, что это, но... Описание водяных и рыболюдей. Отлично. О, слушай, мужик, ты сейчас мне столько всего добавил. Я прям вообще в восторге от тебя. О! Фледеры и горгаркаин. Отлично. Про фледеров прочитали. Альп. Вот, про альпов. Куки альпа. Отлично. Брукса. Ммм. Крой бруксы. Гаркаин. Слюнар горкаина. Отлично. В рабочих воинах и королевых матках. Отлично. Кикимор рабочий. Вот. Трахея. Отлично. Когти киким... Слава богу! Кикимор воин. Блях, ребята, вот ты. Скалопендрамор. Давай, не надо. Всяких оскорблений. Давай, давай, давай. Я не ищу интересное. Но я тебе обратно... Скотина, я не прочитал. Япона, мать. Вот ты где был раньше? Алло. Скалопендраморф ты хренов. На, забирай. Мне все, большинство ничего не надо. Ты мне очень молодец. И спасибо. Я думаю, что за божественное создание идет. А это щит. Теперь я могу убивать архиспор и прочую десятую фигню. Туп. А и прочую десятую фигню. Вот тоже закончится, как ты понимаешь. Я воспользуюсь своим влиянием. Бедный мальчик. Бедный... Сник, собака. Что за фигня? Бедный мальчик. Продавец тканей. А мне нужен писец. Ну, в ратуши, наверное, писец-то сидит. Все правильно, да? Ну, что, прикалывайте, что ли? Они играют. А вон писец, слава богу. Ой, да идите в жопу. Все, здорово. Да, писец. Я пришел по объявлению. Вот что нужно. Перья, как отрица, пять штук. У тебя они есть? Да. На, держи. Вот они. Спасибо. Печать сюда. Подпишите счет. Следующий. Отлично. Я получу ста. Отлично. Вы не задерживаете очи. Не-не, все. Отлично. Подписывайтесь, если я не умею. Отлично. Отлично выполнили еще задания. Теперь бы надо мне на болото, по-хорошему-то, да? И из болот там повоевать с этими. Какатриксами, ой, какатриксами, ой, кегиморами, воинами, поубивать их там. И архиспоры найти. А то на них задания есть, я их до спор не выполнил. Так, мне теперь знаете, чего надо? Пройтись тут? Вроде тут, если я не ошибаюсь. Я не ошибаюсь. А, стоп, погодите. Это что это? Как-то я... Мясник, здорово. Милости прошу, незнакомец. Адынь. Назвал свою собаку Аддей. А, господи, про собака. Только и делает, что за собственным хвостом крутится. К тому же изнеженная и избалованная. Имя королевской дочери подходит ей как нельзя лучше. Ладно, я. Ты знаком с принцессой Аддой. Моя жена служит прачкой при дворе. Так что я в курсе всех дворцовых слухов. Отлично. Там, кстати, стоя собака и мужик заигрывает. Ты ничего? Я сразу же все услышу, если ты позволишь взглянуть на твои товары. Естественно, у меня... Посмотрим. Хм. А. Давайте я сначала посмотрю. Прекрасно. Вообще, стоп товаров. Давай, поговорим. Так. Узнаешь меня? Да. Давайте поговорим. Что тебе известно обо мне? А то... Я тебя сразу узнал. Геральт из Рилии. О, меня обсуждают. Прекрасно. Знаю, кто ты. Прачки и тебя обсуждают. И что же они говорят? Говорят, что бегаешь за каждой юбкой, но к чародейкам питаешь особую слабость. Вроде как даже по-настоящему любил одну из них. О, как? Говорят, мечом ты размахиваешь не хуже, чем своим... В общем, мастер ты в обеих областях. О, это хорошо. Женщины страшатся твоего отличия, но при этом восхищаются тобой. Бабы. Они и есть бабы, что ж поделать. Ладно, не поспорю. Спасибо. Спасибо. Так. А твоя жена... Что еще говорит? А что твоя жена говорит о других придворных? Да. Моя жена любит поболтать. Постоянно сплетничает с другими бабами. Если повторять все, о чем она мне рассказывает, и недели не хватит. Фольтест, Велерат, Девет, Яков из Альдисберга. Меригольд, это кто? Меригольд. При дворе знаменитостей больше, чем фурункулов на заднице. Попрошайте, кто именно тебя интересует? Давай, но сначала... Давай, что... Тебе что-нибудь известно, Атрис Меригольд? Ну а как же? Бабы в дворцовой прачечной обожают судачить о других бабах. Ну это я не сомневался. Их мнение такое же, как и у любого, кто обладает хоть толикой здравого смысла. Чародейкам место в башне. Пусть сидят там и варят свои эликсиры, да составляют гороскопы. Они влезут в политические игры и интриги. К тому же, она даже не стыдится демонстрировать всем свой сад в этих своих срамных платьях. Я бы даже сказал, если бы титул королевы шлюх не принадлежал Аде, Меригольд была бы первой на него кандидаткой. Понятно. Очень познавательно. Очень познавательно. Благодарю. Что насчет Якова из Сайдерсберга? Да-да, Великий Магистр. Звучит не правда ли? Кто это такой? Сейчас уже никто не вспоминает, как Орден Белой Розы превратился в Орден Пылающей Розы. И как некогда благородные рыцари превратились в спору расистов и интрианов, действующих под личиной высоких идеалов. А-а-а, понятно. И это все дело рук Великого Магистра. Слухи ходят, что прежде чем стать рыцарем, Яков был обыкновенным бродягой, который всей душой ненавидел эльфов. А ведь люди так просто не меняются. Теперь понятно. Очень познавательно. Благодарю. Да-да, мне еще. А что твоя ж... Моя... Так, Родерики де Ветти. Ничего не слышал о Родерике де Ветти. В покер он играет хреново. А-а-а, это тот нильфгардис, да? Прицепился к адер, что репей к собачьему хвосту. Только планка высоковата даже для графа. Кроме того, он ведь рыцарь Ордена, а значит дал обед без... А-а-а, ну понятно. Поэтому если и спит с принцессой, то только тайком. Девет якобы является представителем Ордена при дворе. Только я тебе скажу, на самом деле он представляет империю Нильфгард и интересы черных. Очень познавательно. Очень познавательно. Мы не закончили, да, я тебя доставать буду. Моя жена... Так, а Велераде? Что ты скажешь о Велераде? Наш Эпад слишком сильно налегает на выпивку и давно уже не справляется с делами в городе. Что неудивительно. Ведь чтобы сыскать расположение при дворе, нужно стать марионеткой и плясать под дудку короля. Я так понимаю, не только дудку короля. Поглянись вокруг. Видишь этот бардак? Разбойники, чудовище. Ратуша практически не действует. Ну да, это я заметил. Неизвестно откуда поступают распоряжения и кто их отдает. Велераду пора покинуть свой пост. Ну, ладно. Тут я не буду ничего. Товарищ, расскажи мне Фольтести. Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе то, что и так всем известно? Он переспал с собственной сестрой и зачал аду. Порочная связь, что тут скажешь? Проклятие превратило девчонку в стрыгу. Я ее сходил. Какой-то ведьмак снял это проклятие с принцессы, а Фольтест так этому обрадовался, что в конец избаловал девчонку. И маленькая стрыга превратилась во впадающую в детство шлюшку. Понятно. Очень познавательно, спасибо. Очень познавательно, благодарю. Так, и давай. Ты не боишься вообще, да? А ты не боишься распускать такие слухи о власти мущих во время военного положения? А что они мне сделают? Самое худшее бросит в темницу. А я считаю, что мы должны хранить свободу слова и говорить правду даже о власти. Это наше право. Смелое заявление. Еще бы не смелое. Я не собираюсь сражать от страха перед диктатурой, основанной на эксплуатации простого народа. Я не стану прогибаться под давлением олигархов и аристократов, которые посадили на трон преступника, у которого руки по локоть в крови. Так, 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 так. Ну а давай. Ты преувеличиваешь правление Фольтеста не так уж и не перехотел. Ну а давай. Интересный взгляд на вещи. Править должен народ. Простой народ, как ты и я. Власть народу. Я не простой народ, и власть меня не интересует. Бедняга. Тебе внушили роялистские идеи все эти чиновники вкупе с агитаторами, которые готовы за несколько серебряных монет нести свою пропаганду в массы. Раскрой глаза. Ага, сменим тему. Да. Все, все, спасибо. Пока. Тут где-то купец был, нет? Или мне показалось? Что я хотела сделать? Грозно выглядишь. Да еще и оружие на спине носишь. Че теперь? То есть это такое вот издевательство, да? Корзина там, но мне не подойдет. Как вы прикалотесь, да? Заперто. Он торгуется рыбой, но я не понимаю. Приветствую. Окуня, камбалы? Или может быть вкуснейшие щуки? А акулы есть? Не то слово. Я большой знаток рыбы и проповедник рыбной диеты. Знаю, тебе понравится копченый уголь. Будь добр, взгляни на мой товар. С удовольствием. Давай, показывай. Обожаю запах рыбы. Да, давай посадим. Да, многие торговцы обанкротились, когда подняли налоги на поддержку армии. Не людей сослали в гетто, а остальные купцы. Гетто, прекрасно тут. Полиция отбойников и чудовищ. Поэтому сидят по домам. Тут даже, тут даже тут где-то есть. Понятно. Понятно. Что ж, отсутствие конкуренции идет на пользу. Бог идет. Не совсем. С моим товаром и так никто не был в силах конкурировать. Сейчас я даже вынужден доплачивать, но, надеюсь, придут времена получше. Понятно. Удачи. Обожаю запах рыбы. Ладно, ладно, я понял. У тебя только рыба, да? Ну да. Как бы нет, спасибо. Дверь. Да, вот эта дверь. Вот тут я, кстати, обыграл. Нашего, это, касарника, касарника. Я не помню, сейчас увидите, как это зовут. А что, ее нет? В смысле? О? Что? Белый волосый, не скрою. Что-то в тебе есть. Я рад. А где у вас? Я слишком много раб. Я у тебя вроде покупал, конечно, но вдруг что-то появился. Ну да, появился немножечко товара и успел еще обновиться за короткий промежуток времени. Ну что ж, давайте вот на этой ноте мы закончим серию, а в следующей серии уже продолжим, потому что эта серия получилась больше болтливая, конечно, но что поделать. В общем, я сохраняюсь, увидимся в следующей серии. С вами был Пумпа, игровой канал Тимона Пумпа. И на следующей серии мы пойдем опять на болото. Выполним задание на архиспор, выполним задание на этих... Чух-чух-чух-чух. Может, Мона идем опять эту самку вернуть? Я не знаю, посмотрим, что там. Да как? Архиспор выполним. Выполним. Виверн. Ой. Че я фигню-то несу? Каких нахрен вивер? Этих. Кикимор. И уже задание поменьше будет, да. Ну и тут осталось допробежаться недолго, допробежиться, короче. Потом Трис и телепортируемся туда, да. В общем, до новых встреч на канале. С вами был Пумпа, игровой канал Тимона Пумпаналы. Обязательно комментарии, подписки. И что-нибудь еще. В общем, всего хорошего, удачи. Отдыхаем. До завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok